Документы Хорошо Спасибо Здравствуйте Позовите, пожалуйста Самочника судей Определение по вашему указательству о допуске Конечно, прошу вас Куда? Зачем? Здесь написано, Павел Я сначала решу свои вопросы, а потом буду с вами разговаривать, если считаю нужно У нас запрещена в суде видеосъемка Серьезно, что ли? Серьезно Ничего, что я съемку веду? Нет, это нормально? Не напрягает тебя, но Интернет можно выкладывать? Ваши правила Спасибо Я составлю, но у вас тут такое Делать, что хочешь Все? Я полегчала Вам определение субъекта Ага Здесь у меня висточки напишите Вы меняют Там есть группы У меня толкает, напускают Мне отказ на допуске, правильно? Здесь вы прочитаете Я не читала Я не читала Я не читала Вы меня Вот ее определение 13-ого, нам 5-ого получил С этими документами поднимаюсь к суде я Все, я тогда ожидаю Смотрите, прошу суд обеспечить мое участие в судебном заседании без принуждений меня надеть что-либо на мое лицо Где ваши документы? А тебе какое дело, где мои документы? Ты кто такой? Я старший сменой номер. И что дальше? Что дальше? Прошу против кумов для составления административного протокола. Я же без маски, родной. Я без маски. Что делать? А, беда какая. Не клеится протокольчик, да? Не клеится. Не сходится что-то, да? Не нахожусь я в судебном заседании. И в суде я не нахожусь. На входе. Серьезно что ли? Серьезно. Серьезно? Серьезно. Учим отчаясь. Буду находиться, когда я зайду. Когда вы все-таки осуществите допуск мой. Жанна Владимировна. Я думал, вы будете без маски. Видать наказали, раз такая ходит. Напущенная. Куда смотреть-то? Я не вижу. Я вам показал. Ты показал, что оно у тебя есть. Причем умышленно закрыв пальцами. Ты что-то боишься? Скажи мне, ты что-то боишься? Ничего не боишься. Ничего не боишься? Кто тебя крышует? Я делаю все в рамках закона. Да кто-то делал все в рамках закона, это делаешь. Ты уже не устал листать этот листочек? Не устал, не устал, не устал. Что ты хочешь мне предъявить? Ты сформулируй хотя бы в голове для себя. Какие требования я не выполнил? Что вы ознакомлены с правилами? Я обязан ознакомливаться. И находитесь здесь без средств индивидуальной защиты. И снимайте видео без разрешения председателя суда. Я могу снимать, я могу снимать. Я председателя суда не снимаю. Я в судебном заседании не нахожусь. А твоя деятельность открыта, открыта. Я имею права. Чтобы потом опубликовать, как вы себя ведете. Не имеете права. И вот эта история, которая сейчас происходит, потому что сюда в интернет попадет на всю жизнь. Понимаешь? На всю жизнь. Потому что сюда приступят времена, когда ты вылетишь с этой работы и будешь побегаться, побираться. Сюда приходят люди. Ну, дальше что люди приходят? У которых есть своя... Что, личная жизнь в суде, да? Да. Я никакие персональные данные не снимаю. Другие не должны видеть, что они приходят с суда. А вы снимаете все. Все подряд. Серьезно, что ли? Я как же тебя снимаю? Я снимаю твои неправомерные действия. Вы все снимаете. Отказ пропустить в зал судебного заседания. Совершенно верно. В том числе действия судьи. Должны были вначале взять разрешение. Да я не могу в судебное заседание попасть. Как я могу взять у него какое-то разрешение? Я вас спросил, у вас есть разрешение? Вы говорите нет. Я ничего не говорю, что у меня нет. У меня есть разрешение. У вас нет разрешения. 29-я статья Конституции. Разрешение от председателя. 29-я статья Конституции. События нету, как минимум. Вы не исполняете законное распоряжение. Какое законное распоряжение? Сошлись на норму права. Обеспечение... На норму права сошлись. Прекращение действия. На норму права сошлись. Что мне запрещать? Я тебе ссылаюсь на норму права. На 29-ю статью Конституции. Конституции. А у меня согласно 118-го федерального закона. На Конституцию ссылаюсь. Это мое право. Конституционное право. Собирать информацию. Я имею право фиксировать право нарушения. Посмотрите внимательно. Да я не должен ничего смотреть. Это ваше право. Я вас с ним ознакомил. Ну это вы так считаете, что мне там с чем-то ознакомили. О, Мордас. У нас с этим человеком личная неприязнь. В чем числе он сейчас в данный момент заинтересован. Нарушение. Пожалуйста, все готово. Так, это то же самое, да? От 17-го мая. Ну от сегодняшнего. Ну дубляж, да, по ходу дела? Отказать. Все, вижу, давай. 10 часов 35 минут. Вот так сразу нужно было делать. Они мне определение дали. Все, что нужно, мне дали. Я имею право применять директора силы в основании закона полиции. Возьмите, положите папочку. Заявление будет у него? Конечно. Мы лично. Руки убери. Руки убери. Куда вы меня ведете? Вы куда меня ведете? Вы куда меня ведете? Для составляния протокола. Я задержан? Вы совершили административное право обращения. Я задержан? Какое? Статья 20.6. Ты уполномочен эти дела рассматривать? Именно я рассматривать суть. Ты кто-то от свой? Пальцы не тыкнишь меня. Что ты мне пальцем тычешь? Как тыкнуть? Руки убери. Палец убери свой. Что такое? Постойте здесь. Я задержан? На вас составляется протокол. И что дальше? Составляй. Данные мои знаешь, куда ехать. Свободен. Не составляй, составляй. Я задержан? Озвучь. Я говорю еще раз. Озвучь. Ты совершаешь преступление или нет? Озвучь. На вас составляется протокол. И что дальше? Пускай составляется. Голос не повышайте, пожалуйста. Я задержан или нет? Я говорю, голос не повышайте. Озвучь. Предъяви мне законные требования. Я вам еще раз говорю. Законные требования предъявили. Голос не повышайте. Денис, водитель, пожалуйста, отсюда. Ваша как должность? Представьтесь, удострение покажите. Водите паровозом. Полицейский водитель Владимир Александрович. Удострение покажи. Покажи, а покажи. А мама его надо заставлять водить. Так, старший полиции. Гладун Александр Владимирович. Полицейский водитель. Для какого числа действует? 25-го года. 22-го сентября. Так, у вас машина нет. Так, вы будете озвучивать? То есть вы не старший? Старший он, да? Угу. Конечно. Все. Ну, с этим человеком понятно. Он ко мне испытывает личную неприязнь. Что будешь делать-то? Доставлять в основное. Не, после того, как тебя уволят. С треском. С пинком подзади. Я уже слышал. Слышал, да? С первым у меня вовлажен. С парнем? Давай поспорим, что тебя уволят. Ардос. Иль, давай с парнем. На что поспорим? Да. Пальчик он тут тыкает. Те пальчики-то пообломают. Чтоб не тыкал куда не следует. Используя свое служебное положение, фабрикуете административное дело. Ни на чем, на пустом месте. Вы просто молодцы, ребята. Все вот это дойдет в конечном итоге вышестоящему руководству. Ни в Мурманске. Нигде вас крышуют. Давай. На него заявление пишут. Передашь его в Октябрьске. Я тебе все объясню. Что, все? Убегаешь? Что, жим-жим? Как тебе это? Нормально все? Все нормально. Своих коллег подставлять, да? С тобой разбираться. Тебе привычно уже? Тебе привычно своих коллег подставлять? Нет, по ним, по ним. Вот этот товарищ подставляет своих коллег. А то сейчас кашу замутил. А расхлебывать будут те, которые сейчас ребята приедут. Проводить. Это звонится никак. Куда все? То есть вы меня сейчас искусственно удерживаете, скажем так, с вашей точки зрения в здании суда, правильно? Приставы, я к вам обращаюсь. И сотрудник полиции. То есть вы меня сейчас искусственно удерживаете здесь, правильно? Мне только что сказали в полиции, что я имею право снимать. Да, конечно, имеют право снимать. Вот только что по звонку моему полиции сказали, чтобы я все фиксировала. И вы платили за меня, они не имеют права. Несмотря на то, что вы не объявили, что я задержан, фактически я задержан, правильно? Причем с применением физической силы. Это было зафиксировано. Вы лично и ваш коллега схватили мне за руку и силой сюда затащили. Силой затащили сюда. Я еще раз говорю. То есть я задержан с применением физической силы. Протокол может составляться и в мое отсутствие. Если вы знаете КОАП, вы это прекрасно знаете. Вы знаете право на защитника, право на рассмотрение, что я могу не участвовать при составлении протокола. При наличии надлежащего уведомления они могут составить без меня. Я имею право на присутствие с защитником. Очень много, я не буду приводить доводов, которые в принципе сейчас все изложены. И переданы судье. И мне очень интересно будет, какое она примет решение, несмотря на это. Если она примет решение отказать мне, против фарфабригации Мордосов, который сделал административное дело. Если судья вдруг такое решение принят. Я и судьей отдельно займусь. Понимаете? Ну судья, я думаю, что судья адекватный, разумный человек. Он сейчас вынесет решение, вынесет, я надеюсь. Но я надеюсь все-таки, что адекватно. Вынесет решение и меня оправдает по тому, что настряпал этот Мордосов. Он вас подставляет. Он сейчас вот это все затеял и убежал. А люди будут доставлять и потом они вынуждены будут писать протоколы, задержания, доставления. Понимаете? Хотя они этого не делали. Не задерживали. Не, ну протокол надо ставить, я это право судебный пристав составляю сейчас. Судебный пристав составляет определенные статьи только. Я в данный момент ничего не нарушал. Я имею право вести видеосъемку. Более того, я еще в здание суда не допущен. В этом и конфликтной ситуации. Меня не могут пропустить в здание суда. Понимаете? Именно это правонарушение я фиксирую. Именно это правонарушение я фиксирую в своих письменных обращениях. И именно на основании моего обращения мне судья, вот при вас, вынесло определение. Об отказе. Все. Получив определение, я сразу же стал уходить. Но Мордосов начал ко мне применять силу. Я не могу уйти, не получив определение. Знаете почему? Потому что завтра судья напишет в решение, что я покинул самостоятельно. Что меня никто не ограничивал в ход судебное заседание. Вот поэтому я должен был дождаться определения судьи о том, что меня не пропускают. Потому что указания приставам дает только судья, никто другой. Они не имеют права мне не ограничивать ни в съемке, ни чего угодно. Вот если судья даст указания, что запрещаю ему это делать, он должен выполнить распоряжение судьи. Но не самовольно. В данном случае они совершают самовольные действия. Более того, они нарушают коммуникационные права. Я уже не говорю о том, что они мне в судовом заседание не пропускают. Тоже конституционное право на судебную защиту. И вы на это смотрите. Вы как сотрудник полиции должны были это все пресечь. Просто пресечь. Если нужно, заломать им руки и доставить в отдел полиции. За превышение ими должностных полномочий. А вы на данный момент пособствуете им. Соответственно, Следственный комитет будет разбираться с вашим действием, давать оценку. Либо это некомпетентность ваша, либо заинтересованность, как у Мордосова. Мордосов, говорю, лично заинтересован. Лично. Его дело сейчас рассматривается в суде. Он сюда приехал, а его дело рассматривается там. Он лично заинтересован, чтобы я не попал в суд. Чтобы я не предоставил видео, которые на него сняты. Чтобы я свои доводы не привел. Он лично заинтересован. Потому что ему грозит не только увольнение. Сотрудник судебных приставов, вы получили распоряжение от судьи? Запрещать мне видеосъемку или нет? Или это ваша личная инициатива? Когда получили? Когда? Сейчас? От какого судьи? Назовите фамилию, я зафиксирую это. У меня в правилах написано... Лично от судьи вы получили? Откуда ты знаешь, может у меня есть разрешение судьи? Председатель суда должен... Я тебе спрашиваю, ты личное распоряжение получил? Тебе дали указание запрещать мне видеосъемку, применять силу и тому подобное? Вы сразу нарушались видеосъемку. Ты как решил, что я нарушал? Я тебе еще раз говорю. Тебе личное распоряжение судья дал? Личное распоряжение кто-то тебе давал? У вас нет разрешения на видеосъемку. Это твои предположения. Ты на данный момент даже не можешь сослаться на то, что тебе судья дал распоряжение. Получается, суда опять перенесли? Не знаю. Это уже как у судья. Она уже три раза переносила. Я не знаю, может быть она специально тянет сроки давности, чтобы не рассматривать этот вопрос по существу. Потому что здесь возникает вопрос. Если она удовлетворяет мои требования, Мордосову светит статья. И вот мы сейчас узнаем, насколько суд повязан с полицией. И повязан ли он вообще. Ну что, вы ума успокоились? Я спокоен, ты будешь у нас неспокойен, поверь. Да я-то спокоен. Да ты неспокойен. А что, где подруга-то не поделась? Что значит это подруга? Ты что? Ты за речью-то своей следи. А что, не подруга она? Знакомая просто. Говорю, за речью своей следи. А что такое я сказал не так? За речью следи. Ну, сказал-то не так, что? Мне не нравится, что ты общаешься. Ну, это ваши проблемы. ХМИ. Проблемы? Ну, конечно. Ты должен быть вежлив. А я абсолютно вежлив. Не аниматов. Ты не скажешь, на каком основании ты мне за руки хватал? Вы задержаны за административное право нарушение 18.3, 20.6.1 Кодекса Российской Федерации административных право нарушений. Так, подождите. Так, 18.3. Да вы все знаете уже внестили. А куда я могу знать? По таким статьям меня еще не задерживали. Ну, ничего. Так, 18.3. Это что? 18.3. Ополнение, распоряжение судебного пристава. Так, дальше. Что дальше? Ну, 20.6? Прим.1? 20.6. Да, нарушение режима повышенной готовности. Ну, какая ваша любимая статья, конечно. Ну, молодец, молодец. Так что все нормально. Не переживайте. Все спорим красиво, в самом лучшем виде. Что? Спорим. Да я не спорю с задержанными. Нет, спорим тебя уволят. Я не спорю с задержанными. Спорим тебя уволят? На вас уже два дела возбуждено. Да хоть 10. Никого не уволили. Хоть 10. Ну, все. И хоть 10 раз вы мне повторите, у вас уволят. И давайте спорим. Мне все равно. Куда Харченко поделся? Куда Харченко? Да. Да устал я на вас. Вас спаситель. Ты должен сейчас молиться на то, чтобы суд вынес решение в свою пользу. Молиться кому? На судью. На судью? Конечно. А на что, Бог, что ли, молиться? Ну, будьте любезны. Ознакомлю вас с Протоколом. Ну, копию вручайте, я получу. Так, мне надо объяснение от вас получить еще. Так, что вы прибыли, гражданин Умая, будущее знакомство. Обеспечьте меня, пожалуйста, листочком и ручкой, нарушка калатайства. Я вам дам ручку. Отрону требования к использованию посетителям, средствам делаем защиту к руководитанию, маске респиратора, а также необходимости получения разрешения председателя суда для ведения видеозаписи в зданиях и других помещениях суда. Все ясно? Все? Нет, но... Так, объяснение нарушителя. Что вы будете писать? Так, копия готова? Мне надо объяснение нарушителя, а потом я делаю копию всего. Я сделаю вам копию. Я сделаю. Понимаешь, что тебе надо? Объяснение нарушителя будете писать? Сделай все как положено по процедуре. Я делаю как положено по процедуре. Я вам объяснил. Я объяснил ему правообязанности. Если он молчит, ничего не... Вардасов уже научили, молодец, давай. Отказывайтесь от объяснений, хорошо. Слушай, слушай его, он тебя научит на самом деле. Я и сам учу на этом все делать. Так я же ты знаешь, что ты молчишь. Предусмотрение 25.1 кодекса относительно правонарушения лицового отношения, которое ведется производство по делам в административном правонарушении, правильно знакомиться со всеми материалами, давать объяснение, представлять, доказательства, заявлять, когда тайство и отводы пользуются, этической помощи защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с ценоваящим вирусом. Из статьи 51. П Table 1. Никто не обязан следить против себя самого, своего супруги и близким родственным вокруг, которых определяется к неприиму Хочу восходиться своим правом, согласно статье 35.1 Расписываться будете в протоколе. Ты мои права огласил, давай воспользоваться. Ты мне разъяснил или нет? Я разъяснил только что... Так я хочу воспользоваться, слушай меня внимательней. Расписывайтесь. asse ERICIDAL Смитлер Расписывайтесь, Ходотайство хочу делать. Ты только что сейчас огласил, что имею право делать ходатайство. Делайте ходатайство. Ну пойдем внутрь, зайдем. Листольчик, ручку я сделаю когда-то. Я их тут месту. Давай здесь. Хорошо? Конечно, мне здесь удобно. Что, научим это, да? А ты права разъясняешь? Растет от противника, дорогой мой. Что растет у тебя? Что ты раскаешь? Ты мне скажи, тебе вот что-то в школе били или что? Как такое получилось? Вот я сам удивляюсь, а вы-то сами как так получились? Да мне вообще как-то... Мне кажется, как раз вас в школе били. Меня в школе никогда никто не торопал. Какие был мая? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Саша. Ситуация такая. Мы молодым свидетелем. Его нужно заставить в отдел. Щеглаков! Ёк-макарёк! Александр Александрович, готовы перед женщиной извиниться? Я почему-то думал, ты к ней в болицу с цветами приедешь. На коленях встанешь. И будешь спросить о прощении. Их не принесли. Даже в устной фоне. Да что ты молчишь? Ну, извинись. Я же писать буду за незаконное задержание. Тебе больше уважения будет, если ты сейчас перед ней извинись. Протокол, который, я так понимаю, вы составили в мое отсутствие. Я вас составлял. Вы там стояли. Понимаете, это процедура. Составление протокола, это процедура. На этой процедуре я имею право пользоваться услугами защитника. Имею право, вы мне огласили. Правильно? Поэтому я хочу, чтобы протокол составлялся в присутствии моего защитника. О чем я сейчас делаю кататайство. Это не предусмотрено. Ну, это ваше мнение. Так, Григорьев. За свой безопасный, не переживайте. Григорьев, а я не боюсь этого пастуса. Она вас так волнует, а? Ну, давайте еще разок. Скрутите пенсионерку. Закон полиции разрешает нам принять физическую силу для доставления, если человек не будет в газом пройти. Ну, примените. И, дорогой, у нас даже со статьей 27.2 разобраться. Примените. Он черпаку уже применил. Заявление его ждет. Вы, женщины, ни с кем связались. Я вам советую. Я ни с кем не связывалась. Оставите противоправную деятельность. Я веду съемку для собственного удовольствия. Коллекционирую. Неужели вам это доставляет удовольствие? Ну, я коллекционирую. Мало ли, для истории пригодится. Для какой истории? Для нашей? Российской Федерации? Для новейшей? Самое, конечно, не смешно. Для новейшей истории пригодится. Для новейшей истории? Честно? Вы слишком мните о себе. Большую личность вы себе делаете. Что бы вас... Так, я же не себя снимаю. А кто? Он, что ли, личность? Я вас снимаю. Я не большая личность. А кто знает, может быть, вы герои? Может, вам... Нет, потому что мы все герои, это и так понятно. Ну, так и надо же зафиксировать. Какая история, это вряд ли касается. Надо же зафиксировать героев нашего времени. Для новейшей истории. В любительском варианте имею право вести съемку. Не обменяешь. 17-3. 17-й, да, на сегодня? 17-й? 17-й. Ну, да, у вас помощница, наверное, на сегодняшний день. Ты успокойся, ты уже слушал. Ну, на самом деле, ты себя не красиво видишь. Я наспокойно, уважаю. Это вы неспокойно. Вы знаете, я зритель, слушатель и свидетель. Да. А я не против. Так, значит, смотрите, я сейчас вам озвучу и под, соответственно, под аудиозапись и видеозапись. Значит, Сергей Юрьевич. Здесь, ты слушал. Значит, данное ходатайство обращено к вам. Не буду ваши регалии зачитывать, долго мы их писали. Значит, напишу, зачитаю дальше. Значит, от меня, Мамая Владимирова Владимировича, адрес я здесь наказал, указал свое место жительства. Значит, ходатайство. Прошу назначить дату и время составления протокола об административном правонарушении по ст. 17.3, часть 2 КОАП, с участием моего защитника, для поиска которого мне нужно время. О дате и месте составления протокола прошу уведомиться благовременно по месту жительства. Значит, моя подпись, дата 17.05.2021 года, 11 часов 10 минут. Все, принимайте. Так, ручка ваша, да? Да. Все, соответственно, объяснение, все остальное я дам. Поскольку вы данный протокол составили в мое отсутствие, вы знаете, что делать. Направляйте по почте, по месту жительства. И мне нужен результат рассмотрения моего податайства. Если вы отказываете, тогда вынесите мотивированное определение. Сергей Юрьевич, определение будете выносить, по-моему, в ходатайство? Я вас слышал. Я вам сейчас ксерокопию протокола дам. Я составил его при вас. Смотрите, вы мне разъяснили, что согласно 25.1 я имею право давать ходатайство. Значит, согласно норм КОАП, я ходатайство обязан подавать в письменном виде. Я это и сделаю. Вы обязаны вынести письменное определение. Рассмотреть его обязаны незамедлительно. Будет от вас какое-либо определение или нет? Будем купить. Сейчас. Сергей Юрьевич, будет от вас какое-то определение? На рассмотрение ваших податайств. А, ну давайте, давайте. А вас как зовут? Я же представился, лейтенант Калашников. Калашников, да? Да. По фамилии или можно по имени отчества? Денис Александрович. Денис Александрович, хорошо. Денис Александрович, сейчас какие у нас планы? Сейчас вы будете доставлены в УП-1 для оставления протокола. А основания какие? По 20.6. Какие основания доставляли? Я в нем, наверное, заявление будет на вас написано. Кем? Какое? Здесь. Не, ну мыслейте, какие основания доставляйте? Доставление протокола. Не, ну мыслейте, какие основания доставлены в УП-1 для оставления протокола. Юноша, а так и не стыдно. Извините, а не хотите? Неужели не стыдно? От того, что вы тогда делаете? А я ей пожилую, чего? Очень пожилую. Не стыдно совсем? Уже мальчик совсем. Уже совсем мальчик, вы мне как-то не извинились. Ну за что меня надо сплудить? Александр, просто сделай мужской поступок. Я его специально выложу в интернет о том, что, говорится, ты извинился. Только вырослежь в глазах общества. Ты понимаешь, что юридически ты уже не прав. Почему? Потому что никакого дела в отношении нас не было. А у меня просто нет сил на писать заявление. Я его напишу. Там срок обдавности, насколько я знаю, нет. Конечно нет. По уголовным статьям, надо сказать, что нет. Я все-таки надеялась, что мне принесут изменения, причем письменные. Мне принесли. Я пытаюсь донести, что я не буду сейчас на вас писать пока заявление до определенной критической массы. Точнее, все пишется, все готово, но оно не подается специально, потому что нужен железный аргумент. Понимаешь? Вот это его действие сегодня, Мордасова, это лишняя галочка в копилочку. Он на самом деле должен молиться, чтобы суд вынес решение не в моем пользе, просто молиться. Владимир Владимирович, пойдемте к машине. Зачем? Доставляли протокол для доставления ВП номер один. Подъедет сотрудник, кто дальше разбирался. Вот, патрульный автомобиль. Где я в такой машине не поеду? Пойдемте пешком. Вы на заднем сиденье будете ехать. А, ну, на заднем сиденье будете ехать. А, ну, на заднем сиденье будете ехать. А тут, знаете, я уже опасаюсь вот этого человека. А, опасно, не надо. Он сейчас заведет машину и будет меня травить газом. Зачем опасаться? Ну, как зачем? Как зачем? Ну, если он так делал уже. Ну, не знаю. Ну, вот вы не знаете, а я знаю. Да, да, пройдите ка с точкам. А что с ним может случиться? Нет, посмотрите. Можно? Ручки в сторону. Надеюсь, газ не пустите. Выхлопные газы не пустите и в салон. А марлю с хлороформом на лицо не наденете? Нет, нет. Встанавливаем такси. Каждый раз добавим его. Вы же не заберели. Потрясающе. Да вы не заберели, да. На ступеньках его так сбили. Да вы что, у него же сейчас инсульт может быть. Фиксирую. В полиции никто, никто не оказывает помощь человеку в обмороке. Никто не оказывает первую помощь. Вы этому обучены. Вы хотя бы пульс пощупайте. Вы что делаете? Снимите наручники с него. Что, что, я буду? Что, что, я буду? Я вам маску подняю. Здесь маска. Только попробуйте надеть ему масочку. Только попробуйте. Он и так задыхается. Он умрет. Меня толка... Не смейте надевать ему маску. Не смейте. Он задохнется. У него геморгия будет. Вы посмотрите, что делают. Вы посмотрите. Пустите меня оказать первую помощь человеку. Пустите оказать первую помощь. Вы что творите? Он не жалуется. Он без сознания. Он лежит на полу. Ему никто не оказывает... Он лежит на полу. Ему никто не оказывает первую помощь. Скорая, пожалуйста, подверьте. Он валяется на полу в наручниках. Он ничего не говорит.